Южно-Казахстанская государственная медицинская академия, кафедра поликлиники и семейной медицины номер один, представляет Учебный фильм на тему «Сердечно-легочная реанимация на догоспитальном этапе». Фильм снят в условиях Учебно-клинического центра Академии. Алгоритм действий при сердечно-легочной реанимации у детей состоит из трех этапов. На первом этапе обеспечивает проходимость дыхательных путей. Уложив ребенка на спину на что-либо твердое, пол, стол, запрокинув голову, очищает ротоглотку с помощью отсоса или резиновой груши, устраняет обструкцию, вызванную за падением языка и с давлением мягкими тканями шеи, выдвигает вперед нижнюю челюсть, приподнимает подбородок. При этом указательный палец кладут под угол нижней челюсти. Второй этап – искусственная вентиляция легких. При этом спасатель стоит на коленях сбоку от пострадавшего, удерживая его голову в разогнутом положении и зажав двумя пальцами нос, он плотно охватывает губами рот пострадавшего и делает подряд 2-4 энергичных, небыстрых в течение полутора секунд выдоха. Должна быть заметна экскурсия грудной клетки больного. Третий этап – непрямой массаж сердца. У детей постарше используют две руки, причем выступ ладони одной руки должен упираться в тыльную поверхность кисти другой руки. При этом надавливают на нижнюю треть грудины, примерно на ширину двух пальцев выше мечевидного отростка. Отношение частоты в дувании к частоте надавлено на грудную клетку 1 к 5. У детей младшего возраста 1 к 3. Эффективность оценивают по пульсации бедренных и плечевых артерий. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Не знаю. Я гладила, он рядом игрался. Ударила его, по-моему, током, я не знаю. Плакал. Теперь не знаю, что. Я руки перетендовала. Потом скорую вызвала. Не знаю, что делать. Давайте, пожалуйста. Плакал. Куда ты ложитесь? Плакал. Смотри. Оставай. Оставай. Сейчас. Давай. Шш. Шш. Давай. Давай. Так. Раз. Идем. Раз. Идем. Раз. Идем. Раз. Эффективность сердечно-лёгочной реанимации оценивается по появлению спонтанного дыхания. По пульсации сонных, бедренных и плечевых артерий. По розовению кожных покров и видимых слизистых. А также по фотореакции зрачка.